ПРОГРАММА ИЗ ГЛУБИНЫ Надо сказать, что в 21-м году, в 21-м веке, такая цифра 21-й год, 21-й век, это первое интервью, и у нас в гостях человек, который много лет своей жизни посвятил хардкору. Да и не только. Ну, и не только. А с чего это все началось, как у нас водится всегда этот пресловутый вопрос, потому что никто же не знает, как так. Шел-шел, жил человек, а потом херак, и у него в жизни хардкор случился. Ну, как? Хардкор. Я вообще из Химок, поэтому в Химках вообще кругом только один хардкор, я считаю. Даже если это рэпер, то это все равно по большому счету хардкор. Потому что у нас не различалось в тусовках, как бы кидали все друг друга, и рэпер, и металлисты, и скинхеды там, и, блядь, все подряд. Вот, а если ты имеешь в виду по музыкальному плане, раньше я слушал Лайсов Бейс, мне очень нравился. Ну, поясни, поясни людям, ну, задвижь, да. Мальчишник. Ими, когда, ну, как? Это был, ну, 94-й, наверное. 94-й, то есть все мы из этих самых пресловутых 90-х. Из всякой шляпы, да. Кололись, там, бухали. Ну, не кололся, конечно, как-то. Я боюсь, да и впадлу, и слишком это сложно. Вот. Так слушал всякую эту попсятину, и в какой-то момент, значит, подтягивается ко мне друг, сосед, и говорит, вот, короче, металлика, киломол альбом. А вот тоже ты слушал, вот, говнина. Я, короче, включаю киломол, думаю, твою мать. Вот это вот ништяк вообще, и... Ну, вообще, я считаю, что киломол, да, панковский альбом у металлики. Очень слушай, я думал, что я крутой металлист. Правда, волосы я не растил, потому что он как-то в фильмах волосатым ходить, что-то не стоило. Ну, тем более, ну, у тебя какие-то предрассудования, не толерантные, что ли? Во-первых, мне впадло их мыть. Во-вторых, мне не нравятся медленные волосы. Что, хайром мотать я не умею. Ну, а если твои, как не партнер, как правильно, твои, ну, кореша, волосатые, ты как бы... А вот и, знаешь, не было. Были металлисты, там, и дед-металлисты, и блок-металлисты, но в основном они были такие лысые. Вот. Вот я слушал, я эту металлику, слушал, слушал, думаю, буду металлистом, давай там скупать арию какую-то паршивую, как-то мановар какой-то, еще какой-то херь. И тут, короче, одноклассник у меня говорит, Нирвана, еще такая штука, Новормайнд. Я думаю, надо, короче, купить. Был у нас такой стремный рынок в районе остановки двухэтажка. И вот там в палатке можно было и эксплойт найти, и там, и все, что можно, и шансон там. И причем это не горбуха. Ну да, химинская палаточка такая была. В общем, купила эту Нирвану, думаю. А, секундочку, ну вот это место, оно малоизвестное, да, или вообще неизвестное, просто непонятно кто. Это был просто палаточный вот этот вот рынок такой. Как раз в то время вот были точки конкретные, где можно было разжиться вот этим узлом. А если где-то что-то еще, то это просто из ряда он, редкое что-то. В химках обычно палатки были, ну просто все подряд. Но, по-моему, если я не ошибаюсь, 90, наверное, шестой год у нас открылся в парке Льва Толстого рок-магазин «Лакомка» назывался. Там было кафе, ну вот его, короче, переоборудовали. Нарисовали там пентаграмм, значит, этих мячей каких-то, анархий какой-то в этой штуке. Он продержался, по-моему, одно лето, потом его ограбили, естественно. Я успел там купить себе два значка Алисы, кассету креатора, по-моему, Biohazard значок, если купил там. Вот у меня, кстати, в коллекции до сих пор висит уже 25 лет. То есть у тебя был такой мультикультурализм музыкальный? Ну, а что там в 11-12 лет, конечно, все интересно. Ну и музон свой собственный, как он сразу случился? Это же, получается, первый проект, как он назывался? Первый был «Проспект 69», и даже что-то записали. Первый был «Ментовский хардкор». У нас там полно всякого дерьма накиданное. Но это уже было позже, это, наверное, 2006 год. Ну, сам факт, что сначала собрались, а потом уже так плотно шли-шли. Ну, я дружил, да, с этими парнями. У них была химгинская такая, ну, как они думали, что это панк-хардкор. На самом деле, это больше на Егора Летова было похожим. Но они думали, что они шведский хардкор. Так это и есть отличие хардкор-панк от панк-харда? От Егора Летова панк-рока. Ее, я не знаю, там, хардкор-панк или панк-хардкор. В общем, я думал, они просто играть не умели. Точнее, не очень. Вот, а поскольку я все время в тусовке был на все эти концерты, вся эта фигня, в общем, они там играли-играли. Такие там великие хиты, как «Сталинские дома», «Ядерная зима», «Говна пирога». Ну, кавер. Ну, и в какой-то момент, что они друг от друга устали и говорят, слушай, а ты, говорит, текста пишешь? Я говорю, нет. Говорят, а попробуй. Я говорю, сейчас приду. Пошел на репу, выпил по дороге два алкалимона. И сразу у меня появились текста. Ну, это классическое. Мы сразу навалили какого-то бешеного грайндкора. Ну, потому что не знали, что делать. А потом потихонечку пошли, начал делать, да, такой хардкорчик уже. Нет, слушай, ну, а название 69, это что, это как-то с сексом? С сексом как-то связано? Да нет, мы детственники до сих пор все. Да нет, тут вообще, на самом деле, мы репетировали в ГСК гаражном. А он через забор граничил с троллейбусным парком химкинским. А барабанщик с басистом там и работают электриками до сих пор. И мы стояли на остановке, думали, название-то надо какое-то придумать. Ну, и что тут думали, думали. А это юбилейный проспект и как раз троллейбусный парк, 69-й дом. Ну, и мы стояли, думали, ну, проспят, 69 пусть будет. Слушай, как интересно, получается, что какая-то своя такая история. У нас тоже были, ну, у меня, у нас в программе гости. Тоже зачастую название коллективов касалось именно какого-то места, откуда вот все пошло. Даже проще всего. Если бы в подвале бы репетировали, назвали бы подвал там 69 или там гараж там 32. Ну, с историей какой-то уже это связано, что хорошо, не просто там. Я помню, когда мы придумали название, барабанщик наш Паша Волошин при этом придумал такие названия, типа черный парковщик или какие-то эти латексная шлюха. Но мы думали, ну, были молоды. Думали, что очень серьезные. Были по об этом, вот обо всем. Ну, наверное, пришлось бы, да, каким-нибудь костюмом. А какая-то, получается, любовь к цифрам, а 42-42, что? А, 42-42, это в один момент по телевизору у всех дико заебывал рекламу, вот это бы. Пошли там на рингтон, там, чтобы скачать рингтон на 42-42, там, доллар, например. И тебе приходила там какая-то мелодия на полифонию. Отправьте горох на 42-42, убедитесь сами, какие ужасные звуки. Ну, и что-то в какой-то момент это 42-42 было везде, прям в каждой рекламе. Ну, что-то он заебал это делал. Я подумал, что надо вот 42-42 сделать песню. Ну, как так получилось. Ну, ты же в курсе, что самый главный компьютер Вселенной, когда отвечал на самый главный вопрос, касающий всех жителей вообще Вселенной планеты, он ответил, что? А я даже не знаю, где находится самый главный компьютер Вселенной. Ну, в общем, он ответил 4-2. Я хорошенько подумала, 42. Да? Ну, ему, наверное, тоже нравится проспевшийся девять, что-нибудь. Не могу с ним ничего поделать. Ну, видишь, Пургену там роботы его слушают, нас вот, видишь, Вселенский компьютер, поход, слушал. Ну, а этих вот пришельцев зеленых не боитесь так сам? Ну, что их бояться-то? Нет. Зеленого змея ему надо бояться, что там пришельцы-то? Я не хочу вставать с утра, идти не ведомо, куда покинуть комнатный уют, идти туда, где не ждут, а ведь не вовремя пришел. Коллектив подвел, а пост меня штрафовал, и я в лицо ему сказал, мне бы не видеть ваши глаз, я белый так, как видел вас. Я трачу время зря, ждет меня, друзья, меня там ждет, пока убила. Ящик холодного, пускай уже собрался, тогда не видно лишь меня. Хорошо. А потом, значит, появился проект «Углоед». Углоед, да. Но это у нас что-то развалило все с проспектом, мы меняли там барабанчиков. Ну, мы вообще всю жизнь там с барабанчиками не везет. Ну, и что-то мы там с братаном, с Владиком бухали-бухали, и что-то думал, надо чем-то заняться. Ну, вот сделали «Углоед» два года, по-моему, что-то мы там проиграли. Сделали две записи, ну, и что-то все это-то полетело по наклону. Это какой период? Это тринадцатый, наверное, четырнадцатый. Ну, вот. Я так помню, это самый взлет, самый модный, вот, хардкор тогда, в этих годах. Просто, ну, из каждого телевизора можно везде, прям, вот, хардкор, все. Публика бросилась к обменникам, а когда валюта в них закончилась, в магазины за товарами. Я здесь никакой трагедии не вижу. Я думаю, что цена выровнится, скорректируется. Это прям, вы прям в ногу со временем ушли. В это время уже, наоборот, как-то вот, мы-то старались уже отойти, просто не получалось. Потому что, действительно, это какая-то настолько модная херня стала, что там, это, ну, у кого там покрасивее футболка, то, значит, и похардкорнее будет. Ну, и как-то мы, это, как получалось, панки нас не особо хотели ставить. Что, иракезов нету, что-то сложное, там, много рифов. А хардкорщики говорят, ну, что-то вы какие-то слишком панковские для хардкора. В общем, так. А вы, получается, в своем творчестве равнялись на кого-то, на чего-то, или, ну, в общем, что хотели бы передать последователям и потомкам своим творчеством? Своим творчеством? Да, что-то я как-то не задумывался об этом. Идет текст, идет. Что там, полет фантазии. Ну, в принципе, как, я тоже частенько вот задумывался, и все задумывались об этом глобальным вопросом. А нахуя? Нахера? А главное, зачем? И, в общем-то, простой ответ зачастую, да про то, что прет, прет, пока прет. Ну, и как, до сих пор прет. Ну, да. Да, я и больше делать-то ничего не умею. Умею увлечений-то других нету больше. Только сейчас, на данный момент, вот этот проект, он, ну, и продолжает. Нет, угловед, нет. Вот, винчестер мы уже сколько, почти пять лет или пять лет, что ли. Вот такой стрит-панк, скинхед такой тематикой временами. Ну, как возник этот проект? Почему довелось развалить одни, а начать другие? Ну, устаешь от чего-то, начинается следующая серия. Не, ну, оказалось. Так же стояли с Ромой, с гитаристом, да, как и всегда, выпивали. Я говорю, я бы, ой, какой-нибудь поиграл бы такой прям ненапряжный, тупой. Он говорит, давай, но что-то тупой не получается. Не, ну, может, он тупой, конечно, может, я так думаю. Но хотел какой-то, что-то, типа, а что-то вот вышло опять все не так, как-то, правду матку рубить. А хотелось чушь какую-нибудь градить там вообще. Ну, нахера название-то менять? Ну, состав-то полностью поменялось и стилистику поменялось. Я, короче, полез слушать Винчестеры, там что-то, ну, какой-то даже чуть ли не финский, что ли, какой-то. Нет, это просто, если ты в группу залезешь, там наши треки, а если в поисковике, там какие-то и рэпер Винчестеры есть, и еще какие-то. Меня пугают чужие языки. Ну, и как возник Винчестер, кто был отцом-основателем? Блин, а если у нас два отца, нас в пидорасы не запишутся? Посмотрим, это в комментариях, как бы, если что. Да, напишите в комментариях, ну, знайте, мы вас найдем, если что. Ну, так, да вот, что-то мы решили, думаю, с чего начинать. Нашли барабанщика Димона из этого, из Долгопрудного. Я говорю, вот есть у проспекта старая песня, работа зло, вот если мы на репе ее сможем сразу сыграть? Я говорю, то, значит, группа будет, а не сможем, да и пойдем дальше бухать. В итоге, да, вроде получилось. Взяли из группы Казус вокалист, чтобы у нас на басу играл. Такая себе идея оказалась в итоге. Он еще из Домодедова. В общем, годик-то у нас, наверное, не продержался, мы его быстренько заменили на Вовку из Зеленограда. Ну, вот с ним, по-моему, три года мы три записи сделали. Ну, в отличие от предыдущего проекта, уже, получается, как это работа над ошибками, что ли? Или именно, ну, в чем? Да я бы не сказал, что над ошибками, ну, как, ну, один хер, если ты долбить в одну точку, то с каждым разом получше будет. И, соответственно, дошли до того, что записали сплит с иностранцами? С американскими, да, с кинхедами записали. Это вообще шикарная история. Я бухал на хате у гитариста. А мой знакомый дружище Санек из Clockwork Punk Distro выпустил кассетку группы Mod Mentality. И мне очень понравилось, там, по-моему, четыре или пять треков было. В общем, мы что-то усилили, усилили. Я думаю, а что бы не позвонить ему? У меня, значит, ну, какие-то есть эти адреса, как-то он с ними коннектился. Я ночью позвонил, говорю, Санек, вот отошли пацанам в Америку все наши треки, если им понравится, давай сделаем на семерке на виниле сплит. Ну, он через неделю такой звонит. Дуагает, пацанам понравилось, говорит, давайте сделаем. А у нас ни песен, ни записи, ничего не было. Вот мы там в ритме вальса сразу начали-то, начали-то ковырять. В итоге год, полтора года мы выпускали эту семерку. Там были проблемы с таможней, потом эти хотели с нас денег. И за свой счет, естественно, все. Да, ну, это все мы вот с помощью Дистра. Условно отбилось, да? Да ну, бросить-то, чего? Ну, я имею в виду, хотя бы уже каких-нибудь, как-нибудь морально. Морально, да, дома сидишь. Зеленый винил, класс. И на кассетах сразу выпустили еще. Прекрасно. Даже учитывая, что сейчас кассеты мало кто слушает, мы как-то интересно понимаем, что это именно коллекционная такая, как бы, тема. Да, ну, для меня коллекционная, конечно. Но на самом деле, многие покупают, я думаю, как сувенир именно с концерта. Потому что, ну, диски сейчас никому не нужны, сиди, да? Вот. Винил, как бы, очень модно, но оно стоит там 2000. Он по звуку отличается. Извинил, еще интересный послушать. Ой, это, если у тебя уши, как бы, настроенные, или если у тебя какая-то аппаратура офигенная, то, конечно, у меня просто микролабовские две колонки и денум, обычный вертак. Я там особо какого-то там кайфа от звука. Ну, наверное, это потому что хардкор. Ну, у меня на виниле не только хардкор, у меня и Егор Летов есть. Он, по-моему, одинаково слушается и на кассетах, и на катушках, и на виниле. Пофиг вообще. И есть у меня даже Вася Васин. Тут действительно рэпчик такой. Отлично. И Умка, и Броневичок есть. Если по поводу аудиокассет, то вот эта херь занимает, блядь, все места в шкафах. То есть вот здесь, наверху, стоят диски, за ними кассеты. Здесь внизу тоже стоят все диски, за ними тоже кассеты. Винил распрятан по всем шкафам. Семерки, двенашки, короче, дохуя занимает все место вообще. Ты считаешь себя собирателем, получается? Коллекционером, да. Коллекционером. Ну, какое количество у тебя у тебя скопилось? Ну, винила там вместе с семерками, наверное, штук по 400, наверное. Ну, так. Кассет 2,5 тысячи примерно. Это специальная комната, как у олигархов, там, шубохранилище. У тебя, значит, получается отдельно кассетам. Да, да. Как там это, комната для грязи. Да нет, у нас однушка, поэтому, блядь, они везде просто стоят, во всех шкафах. Ну, это, наверное, кайф. Как бы, всегда, вот, находишься, вот, ну, в своем, то есть, ну, как бы, увлечении. И... Над златом чахнущим. Да, проснулся, пластинки, как бы, засыпаешь вместе с пластинками. У меня кресло стоит, прям, напротив шкафа, прям, открываешь дверь, и там все дисками забито. И, прям, сишь, спим. Да, вот. Блядь, не зря я прожил. И растет что-нибудь такое. Ну, конечно. Вот, сейчас после репетиции поедем в гости к моему другану Дистромэну. Вот чем-нибудь у него подращу себе для коллекции. Надеюсь. Дэн, подари мне что-нибудь. Вот тебе мой подарок. Что это такое? Вот, а как вот ты определяешь, допустим, вообще, хардкор сцену на сегодняшний, вот, 21 век, 21 год? В России или вообще? Вообще, лучше будем говорить, вообще, потому что коронавирус у нас не только в России, вообще, вот, сейчас, вот, это. Там же ведь надо на хардкоре, как, когда хочешь, то надо телами потереться, вот, это вот. Каратэ показать всем. Не без этого. Да никак, все плохо, господи, что-то. Концертов нету. А если есть, то 60 человек ограничения для клуба. Ну, что это за концерт? Шляпа какая-то. Не, ну, с другой стороны, если локальное какое-то, локальное место, то 60 человек, это даже, ну, даже уютно и камерно, опять же, если все это грамотно обставить, то как коллекционный день, коллекционное событие, про которое потом все помнят. Да этих событий-то было в жизни столько, как грязи уже. Иногда уже хочется, чтобы что-то именно прям величественное случилось. А приходишь, что там опять какие-то абраганы, хотя что-то там толкаются сцены. Не, ну, а смотри, вот я, кстати, к этому, потому что все-таки хардкор, это же прежде всего, это же не кассеты, это не пластинки, это именно вот, ну, движ, именно, ну, как бы, походы. Ну, если ты имеешь в виду инициативы какие-то. Инициативы, и что, ну, чем отличается, как бы, скажем, от нулевых, от нынешних времен, ну, движи стало меньше, как бы. Для меня лично нулевых было интересно, потому что это, как бы, ну, блин, за рождение было, ходили там на все подряд. И все это осталось в голове, ты знаешь, это все было интересно. Сейчас иногда захочешь на концерты, бля, уходишь, ну, кто там играл, да кто-то там играл. Ну, не знаю, может, я просто старый. Ну, и плюс, ты же понимаешь, сейчас каждый дурак второй может себе купить гитару и сказать, я теперь тоже хардкорщика пойду играть. А вот вы там старые хардкорщики, вот уже уходите, мы будем теперь сами вот играть. Можно ли отметить, что лирика текстов постепенно сбавляет градус накала? Где-то спиздил, что ли, этот вопрос? На форуме, если прочитал, там где-то, такой, пацаны говорят, какой еще вопрос можно задать сюда? Вот это вот, а где, как-то, вопрос от подписчиков. Почему у вас лирика накал сбавила? Накалу мало. Накала мало. А все остальное нормально. Да ничего нас не сбавило, ты что? Сейчас мы, как запишем, может быть, в феврале альбом вообще все упадут. От смеха. Смотри, вот хардкор лирика, лирика хардкор, это значит, что? К чему-то надо, значит, призвать, кого-то, значит, к чему-то... Да, ну, я бы так не ставил бы вопрос. Почему? Или лирика лирики розны. Кого-то от чего-то оградить. Если кто-то там, ну, политизированные вещи там высказывает, да, там у них там эти... Левые крылья, правые крылья, там, этих бить, тех не бить, там, мясо есть или не есть, людей есть или не есть. Вот. Ну, есть же просто какая-то философия. Например, вот я люблю очень группу «Свинья в космосе» из Выборга. Вот на них первые две демки, да, там такая политизированность, там, и про Владимира Владимировича Путина, да, про всех. А последний альбом «Числа и дозы», то есть он уже такой более какой-то глобальный, то есть они уже не кричат там «Война плохо», там «Мир хорошо», там «Солдаты плохо». Ну, такое, что называется, умное, то есть как правило, вот Руслан Пурген как сказал? Когда ставишь Пурген, все одеваются, начинают серьёзно садиться за стол, переживать, разговаривать на серьёзные темы. Одну музыку слушаешь, значит, надо в джакузи с шампанским сидеть, а вот другую надо, значит, сразу одеваться и сидеть, садиться, обсуждать серьёзные вещи. Вот у вас больше как бы в джакузи с шампанским или сидеть, обсуждать серьёзные вещи? Если бы у меня было джакузи, я бы под Напалм Дэдбой сидел бы там и слушал бы его с удовольствием, какая разница. Вот Руслан Пурген, конечно, он там плохого не скажет, все мы знаем Руслана Пургена. Надо просто демонстративно и пожёстче, хардкора больше, хардкора, мне кажется, больше. Вот если устроить пенную хардкор вечеринку и где-нибудь... Ну, если ИК-3ХА сделать пенную хардкор вечеринку, ну, то, говорят, вроде порнуху запрещать, хотя ты на стране, я не знаю, опасно, наверное. Это уже оппозиция будет. Оппозиция? Ну, а если там, допустим, темнокожие афроамериканцы, то, в общем-то, и нормально сразу? Ну, это смотря, кто из оппозиции это посмотрит потом. Скажут, вот там пиндосы, блядь, американские, смотрите, негров привезли к нам, в нашей пеной русской православной мазаться. Афа, не знай. Я уже ни за что не отвечаю. В этой ситуации мы просто наша, это самое, мы уже, здесь наши полномочия, всё. Что нужно для того, чтобы организовать вот клёвую пенную хардкор вечеринку? Что для начала? Я думаю, нужно прийти к фонтану летом и шампуни туда нахуячить. Вот сто пудов тебе прям приду, а, ну, естественно, чтобы там рядом какие-то абрыганы ещё пьяные валялись. Их прям может сюда прокидать, в этот фонтан. Но это бюджетно, получается, никакого профита. Пиндхаус, да, какой-то надо снимать, наверное. Найти хардкорщиков, которые были бы вот не идейные, там, бедные. А вот чтобы там вот у них родители были богатыми, чтобы каждый со своим этим лосьоном пришёл, шампунем. В Движи есть подобный вот контингент? Ну, есть богатые люди, есть небогатые люди, конечно. Вот я не буду имену назвать, это меня на себя на Апизид. Они, как правило, не афишируют, да, за свою вот эту? Да, знаешь, иногда в гримерке там стоишь, ждёшь, да, очередь выступления в клубе, там приходят. И из офисов такие персонажи. И такие, так, так, там, а ты футболки принёшь, чтобы на сцену выходить? Да, вот тебе вот софлайф футболка, тебе вот суисал тенденс, они там какие-то рубашки снимают. Думаешь, ну, блядь. И выходит там на сцену, мы вместе, мы там все вместе. Думаешь, с кем вы, блядь, вместе? Непонятно. А это о чём прошло? Ну, про вот хардкорщиков, грубо говоря, которые нравятся этим заниматься, потому что они могут, пока там, ну, либо у них хорошая работа, либо их спонсируют там родители, ну, как бы ради веселья просто. Как бы я всё-таки считаю, что это какое-то глубинное должно быть. Ну, вот в чём глубина? Мы вот в середине, как бы, немножко ПТ пытались это затронуть и как бы на тормозах. А я съехал, короче. Да в чём глубина? Ну, не знаю, вся, ну, какая-то философия, на мой взгляд, всё равно, это всё не просто так. Вот, не то, что отточил скиллы и пришёл там хуячить, я вот, блядь, могу быстрее, там, или ровнее, или интереснее. Ну, какая-то идея, всё равно должно быть у людей. Ты же что-то говоришь, правильно, со сцены, ты должен за это отвечать, значит, ты, ну, если ты пиздобол, то кому это интересно-то? Мне есть что терять, и я понимаю, за что я борюсь. Я борюсь за новое будущее для своей семьи, для своих детей. И вы боретесь за это же. Вот, сможет человек, он тебе одно со сцены что-то там, это, рассказывает, а потом, как бы, на деле оказывается, что, пфф, всё не то, всё не так. А вот те, которые, типа, хардкорщики, в кавычках, они, ну, что с ними вообще не так? Они на деле не отвечают за свои слова, получается? Ну, и мне перед кем даже отвечать, вот, я тебе так по-пелевински немножко, да, отвечу. Как бы, когда никто не спрашивает, оно, в общем-то, и отвечать не перед кем не надо. А кто с них будет спрашивать, кому они нахуй нужны? Ну, какие-то пришли там на них эти, как его, с курса там, да, с институтского, там, поплясали, там, какого-нибудь ватман растянули, там, Юра, ты лучший, например. Даёшь там хардкору. Ну, в целом, получается, что, ну, из твоих слов, если проанализировать, то всё-таки в хардкор-движениях, кроме мощной такой, как бы, музыки с элементами, вот, один-два, да, в общем-то, за этим, ну, каких-то вот серьёзных, таких каких-то умозамороченных вещей-то, в общем-то, не стоит. Не считая того, что они есть в текстах. И, соответственно, почему у вас накала мало стало? Роджер Майера там как-то написал, да, из Агностика Фронга, это чувак, который там, это, говорит, что он хардкорщик, но не любит панк-рок, ни хуя он не хардкорщик. Ну, там, как-то такая-такая-такая-то фраза была. Ну, вот, всё же одно из другого вытекает-то. Нельзя просто так у нас сидел, сидел, ты, я же хардкорщик. Мам, я хардкорщик, там, неси мне военные штаны, я тебя буду мерить, да. Как-то к этому пришёл, я же тоже там сидел, сидел, такой, о, ебать, там, бай-хазард начал слушать. Ну, всё-таки как-то появляется же, надо же прохавать. Зрители, они чаще всего вот интересуют этот вопрос, вот, кто труп, кто труп, кто труп, да, кто там, кто, что. Вот как это, это же сейчас самое главное в панк-движи. Да, мне кажется, для некоторых это было всегда самым главным. Ну, вот, как бы, ну, понятное дело, что если ты, вот, как у нас есть песня-то, нахуй этот дриш, например, называется у Винчестера. Ну, про то, у меня были знакомые персонажи, которые, вот, он вышел из дома, доехал до клуба, достал, значит, из портфеля футболку, там, или балахон, сходил, там, панк-снот-дед, поорал, там, на концерте, вышел у метро, снял, к чёртовой матери, убрал в портфельчик, и всё, пошёл по дороге, пизды ему не дадут, ну, это ещё были, там, конец 90-х, начало нулевых, то есть, на пиздюля можно было нарваться легко. Вот он, бэдом, всё это делал, убрал, и идёт спокойно, там, смотрит, как там какие-нибудь гупники месят других ребят с этого же концерта. Ну, вот, ну, я считаю, это не тру, как бы, на мой взгляд. Хардкор, 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 хардкор с гомосексуализмом абсолютно никак не связанно. Есть вот гомо-хардкор? Есть, конечно, чё, лимпурист, вот, например, такая группа есть в Америке, там, прям, да, прям, как надо. Они хардкор во всех своих, они отвечают за свои слова, я думаю. Бедуги! В целом, в хардкоре существуют некие, как бы, ну, иконы стиля, на которых, вот, и музыкально, и, ну, духовно, что ли, тоже... Ну, которым веришь, грубо говоря. Равняются. Ну, наверное, есть, конечно. Ну, то есть, не наверное, а сто процентов как-то. Вот в панке очень сложно здесь искать, бывает, глубину, что происходит отрицание. То есть, отрицание, отрицание, и появился какой-то, скажем, ну, идеал, там, или что-то ещё такой, какой-то эталон, то это уже, ну, уже плохо, это неправильно, потому что это уже не панк. Ну, в некотором роде, как бы, как если философский. А с хардкором... Да нет, это тоже всё-то разнообразно, что в голове у человека работает, как-то так оно и на деле происходит. Я к тому, что, ну, там, да, я же тоже не сидел там, и такой, а вот теперь я панк, пойду, блевотина, если поставлю, ракез. А чем там ещё можно? Ну, говном, например, блядь, ну, всё, погнали её. Я, например, сначала в музыку вперся, мне понравилась энергетика вот эта музыкальная. А уж потом начали там рассказывать люди, что вот капиталисты там плохо, там фашисты плохо, там, ну, какие-то вот эти. Вот вещи. Мне не нравятся эти матросы, и вообще, мне вообще ничего не нравится. Мясо плохо. Начинаешь врубаться, ну, да, видишь, мясо плохо. А в алкоголь плохо. Каким-то панком плохо. Каким-то. Бабы плохо. Да и мужики не очень. Чё ещё плохо? Власть, существующая, плохо. Ну, да, видишь, там, Егор Лето говорит, я всегда буду против, а кто-то говорит, какой смысл быть всегда против, как бы, за что-то, тоже надо быть за, как бы, протест, вот я как считаю, протестовать надо не просто против чего-то, а ради чего-то. То есть, ну, отрицаешь, предлагай. Соответственно, милиция плохо? Ну, если это не твой сосед, который тебя вытаскивает из ментора, например. Милиция плохо, как? Ну, не потому что милиция плохо, вот-вот, прям вот табу такой, вот-вот-вот-вот, все милиционеры плохие. ЛКС beautiful, все коты прекрасны. Не знаю, вот ещё с 90-х убрать, ну, в основном-то милиционисты, ну, это же были, блядь, такие поганые людишки-то, вот. Ну, не знаю, я там, например, хороших в детстве точно не встречал. Ну, а так я не считаю, что все милиционеры, там, ок, надо резать, убивать, там, или ещё что-то. Да я, честно, ни с кем из них не знаком просто. Из милиционеров? Да, слушай, может, и к лучшему. Дукалис. Дукалис, надо подсказывать, да, про Дукалиса. Вызвал уже? Все остальные плохо. Да мы дверь не откроем ее. А потом твой адрес-то вызывай. Мы-то по балкону сейчас съедем отсюда. Все это зависит от уровня твоего какого-то внутреннего экстремизма, да, вот есть, там, как Джиджали, он там все вообще отрицал, там, и террористы из себя, там, ну, говняшкин террорист такой он делал, вот, ну. Зато какой вот, получается, в результате он себе имя сделает, конечно, там был безумный. То есть, как бы, насчет Джиджали уже никто и спорить не может просто. Ну, да. Ну, кроме что, может кто-то сказать, что, типа, это как-то не очень. Я, кстати, не помню, чтоб он называл себя панком вообще. Он говорит, я рок-н-ролльный террорист. Я, говорит, верну вам ненависть в рок-н-ролл. Никого просто даже вопросов не вызывал по этому поводу. В принципе, так. You can't, you bring your shit to my show. Everybody! I got your fucking bed. В журнале музыкальная газета «Живой звук» такая была. Что-то какие-то хулиганы, там, что-то от рок-н-ролла, что ли. Фотографию с разбитым фейсом этого Джиджи Аллен. Написано название его групп, название песен, что вы похоронили там в бандаже с бутылкой этого вискаря, там, в гробу. Я такой сразу думаю, надо ехать в железный марш, там где-то на скал, там денег. Думаю, а вдруг там есть Джиджи Аллен, приезжай, блядь, есть. Я сразу зацепанул. Ну, а какие у вас вообще, получается, планы на дальнейшую с учетом всего того, что мы тут напиздели и с учетом этих всех коронавирусов, с учетом всех этих протестов, вот, с учетом вот этого всего, какие... Я почему сразу набрасываю, чтобы вот, ну, прям, вот эта вот емка может как-то... Ага. Какие у нас планы? Вот, надо срочно нам записать альбом из восьми треков. Вот, очень хотелось бы, прямо в ближайшее будущее. Плюс наш гитарист... Уже готовый? Да, шесть наших треков, два каверочка. Вот, потом наш гитарист говорит, надо сразу записывать хардкоровый альбом, чтобы было прямо вот восемь песен, и минут десять это занимало, что прям, прям, вот, скоростно и быстро. Вот, ну, вот это вот надо все записать. Ну, что еще? В какой-то Ростов нас приглашают играть, но что-то пока непонятно. Поедем, не поедем. Не приглашают, но ковид, не ковид, получается. Ну, а что? Кнопка на пульсе, как только... Поезда ездят, ездят, люди не все еще умерли пока. Подпольные? Можно, да. Да не, ну, какой-то минимум человек, я не знаю, там, в Ростове очень много людей может прийти, там, на панк-рок или на стрит-панк. Не был там ни разу, не в курсе. Касту вот знаю, больше я тут ничего не знаю. Ну, так что, ну, блин, вообще хотелось бы куда-нибудь, может, поездить. В Архангельске я бы съездил бы еще раз, у нас там братва, там, офигенно вообще принимают. Ну, то есть, грубо говоря, с братвой это все в порядке. Она как бы есть и, пожалуйста, можно вполне себе... Ты хрен с ним, что там 30-50 человек. Но ты знаешь, что ты приедешь, как бы, будет Рубилова. А чем вот Зажигалова от Рубилова отличается? Я там, я не знаю, а что такое Зажигалова? Ну, Зажигалова это, наверное, когда на корпоративе там какая-нибудь... В Жакузи. Мария Петровна, да, обхуячилась, и вот это сиськами трясет. Вот это, наверное, Зажигалова. Вот, Арубилова это когда кто-нибудь в гриндерсах, там, прыгает со сцены в голову кому-нибудь. Вот это вот Арубилова, я думаю. Ну, даже с точки зрения, и не только обывателя, можно сказать, что большинство композиций между группами хотя бы похожи друг на друга. Вот как ты вот именно как музыкант с этим... Да, конечно, ну, блин, если человек не может придумать ничего своего, значит, он берет кальку и перерисовывает. Ну, все у кого-то чего-то там подпизживают помаленьку. Да я просто похожие друг на друга группы стараюсь не слушать. Потому что это заебывает, естественно. Есть две пластинки. Какую маме дашь послушать, какую сам послушать. Которую сам сядешь, да? Куда мать посадишь? Ну, они, грубо говоря, одинаковые. У них, получается, будут отличаться красивые обложки и год выпуска. Если брать вот каких-то, ну, как называется, иконы там, да, хардкора, тот же Агностик Фронт, например, от первой записи до последней, то, в принципе, разная музыка. Вот. А если вот эти группы, которые создаются там, ну, там, 3-5 лет, ну, значит, в один момент они слушали одну запись Агностик Фронт, в другой момент другой. И они как бы копируют либо раннее творчество, либо там 90-х годов, либо вот уже последние такие однообразные у них какие-то альбомы пошли. Ну, и, соответственно, тоже будет делиться подтечением вот тех икон хардкора. Вот вы на какую, на какое направление хардкора у вас, ну, душа лежит и вообще... Ну, тут, знаешь, чего тебе скажу? У нас вот 4 человека, да, в группе, и все, в принципе, слушают абсолютно разную музыку. Я вот, ну, как мы называемся, там, да, пишем там, стрит-панк-замкад. Мы из города Замкадия просто. Вот. И при этом стрит-панк я не слушаю вообще дома. Вот этот вот, ну, одинаковый ирокезный панк-рок, ну, как бы я переслушал его уже с лихвой. Я слушаю хип-хоп, блок-метал, грайндкор. Ну, просто какой-то панк-рок там или хардкор там слушаю. Ну, да, а вот коллег по сцене, то есть на сегодняшний момент, вот с кем бы вот хотелось бы выступить, с кем вы с удовольствием делите сцену, вот просто для, ну, опять же, для слушателей, ну, можно говорить, чтобы посоветовать. Ну, советовать, могу, конечно. Офигеннейшая группа Анклым, одна из моих любимых, это Петербург, такой фольклорный, такой панк-хардкор, какой-то замесь, там, все что угодно, там, балалайка, значит, аккордеончик. В общем, обалденная группа, и у них есть как раз именно хардкор, прям такой проект, прям по финке, по такой, туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп, такой быстренький. Называется X-Osa-X, то есть это аббревиатура, они совсем охуели. Обалденная группа, да, в общем, все тексты, они придуманы, а взяты из чата панкс.ру, по-моему. То есть в какой-то момент он, там, Илюха, вокалист, ну, какие-то брал интерес, типа, не мешай мне дышать, там, злой дым, там, вот этот, ну, брал эти строчки, и на них клали музыку, делали, вот, как бы, группа. Офигенней, что у них, по-моему, один целиковый альбом, вот, ну, чума. А вы с ними дружите? Ну, знакомы, да, как-то там, да, я думаю, что я с ними дружу, я не знаю, может, они сами тоже дружат, я надеялся бы на это. Ну, вот, но люди прекрасные, и Анклым, и вот все вот ленинградцы. Ну, еще парочку набросай, и мы будем представлять себе, что вот такой концерт из, скажем, четырех команд, как бы, может быть, когда закончится вот этот вот пресловутый. Вот сегодня вспоминали тверскую группу «Время увечий», они выпустили обалденный такой, блин, тяжеленький альбом, но что-то у них с составом какая-то беда, в общем, редко они там это. Потом есть обалденный проект, мы делали два раза презентации, ну, каких-то наших дисков новых, я вот два раза ставил, группа «Пиздец». Это one man band, такой noise core, noise grind, там, ну, как барабанчик, постоянный певец, и там много всяких известных личностей там подыгрывают, там, на басу или там на гитаре. И выступления такие, знаешь, от трех до шести минут, не более того. Вот, обалденно. А я вот слышал такой прекрасный проект, не помню название такое на английском, он «Железо ненависти». «Железо ненависти»? Я был как-то на концерте однажды. Я снимал на видео мою любимую песню с ихнего альбома и барабанщик их не накосячил и не вовремя закончил ее. Ну, песня классная, «Мы с тобой одной кровью» она называется, офигенная песня. Барабанщик тоже неплохой, но накосячил. Сука, именно в ту песню, которую я снимал. Ну, отпиздили бы их, вот, наверняка. Я слышал, у него сын каратист, поэтому, ну, нафиг. Нам такие, я слишком стар, чтобы дети мне пиздюлей еще навешали с вертухи. На это мы вырежем, да? Да, спасибо, Юр. Программа «Из глубины». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова